Минуя пространство и время 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 А принце я нищен Итак, игрой воображения воздвигнем, наконец, чертог волшебный загляденье Вестминстерский дворец Цветы, лужайка, куст, награда Принц Эдвард и его отрада принцесса Джен А за кустом не может быть Да это то, но тут ведь стражники везде Вот дьяволенок, быть беде Эй, народ! Что за сброд? Отойдите, отборок Не кричать? Замолчать А не то за съемом, брат На бродя На зевак Стража выпустит Королевский злый собак Злый собак Пьяниссимо Но нафектале Играем уно пасторале Стражяем Мартельёк, Мартельёк Свет на оленький, цветок Свет на оленький, цветок Мателёк, мателёк, сядь на оленький цветок, сядь на оленький цветок. Знай своё место, бродяга! Так оно будет лучше, Ваше Высочество! Как смеешь ты так грубо обращаться с нашими подданными? Пропустите его! Здравствуй, приз Уэльский! Не трогайте его! Знай своё место, бродяга! 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 Ты обучен наукам? Добавил, что мои знания искудны, сэр. Добрый священник Джо Грей научил меня по своим книгам. Немного латыни, немного... Ну, расскажи мне про свой двор обедков. Во что вы там играете? В королевский двор. Я всегда был принцем. А моя подружка Джин обожала быть принцессой. Наверное, случались игры. И повеселее? Конечно! К нам приходил настоящий звездочет. С живой обезьянкой. А однажды выступала девочка. Такая красивая. Она ходила по канату, растянутому над площадью. И пела. А к нам же приезжают настоящие актеры. Они влюбляются, играют, дерутся между собой, убивают друг друга и падают мертвыми. А потом встают и расколониваются. Перед вами? Конечно! Они же за это деньги получают. По фартингу с носа. Правда, очень нелегко заработать этот фартинг. Вот лучше всего подают милостыню, когда поешь песни. Какие песни? Всякие. Есть короткие, есть длинные. Спой. Ну да, если я спою, меня опасают за решетку. Ну что за глупости? Здесь тебя никто не тронет. Да говорю же вам, нельзя. Охота мне из-за какой-то песни садиться в тюрьму. Пой. Я тебе приказываю. Нашел дурака! Простите, ваше высочество. Ну ничего. Пой. Ну смотрите, ваше высочество. Мы ответные бродяги из разбойничьей ватаги. Непонятно, как на свете носит нас еще земля. С нами, Господу Марокко, мы придем путем порока и позорим, и позорим, и позорим короля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля-ля-ля И позорим, и позорим, и позорим, как ра-ля Потрясающая песня! Ты знаешь, я спою её отцу, она ему очень понравится Я бы на вашем месте не делала этого, сэр! Эти отцы, их никогда же не поймёшь! Ну, рассказывай, рассказывай ещё! Ещё? Ну, мы, мальчишки с улицей, часто дерёмся между собой Ого! От этого я бы не отказался дальше! Мы бегаем, кто кого перегонит Мне пришлось бы по вкусу это Дальше Летом мы не вылезаем из воды Мы плаваем, ныряем, хватаем друг друга за ноги Взрываем в песок Ни слова больше, прошу тебя! Если бы я мог хоть один разок повеселиться вместе с вами Я бы с радостью отдал бы половину королевства своего отца Ещё мы пляшем, ходим босиком по лужам Ой, если бы вы видели грязь на нашей улице Грязь! Это же замечательно! Да мы просто-таки валяемся в грязи! Не в обиду вам будет сказано, сэр, мы делаем из неё пирожки! Пирожки! Ой, если бы я мог облечься в одежду подобной твоей Походить босиком, слазь, поваляться в грязи Ну хоть немножко, хоть ненадолго Ты знаешь, я, кажется, с радостью отдал бы за это корону А я, если бы я мог одеться так, как вы, сэр Тебе этого хочется? Так будь по-твоему Давай переоденемся и поиграем в двор объедков Иди сюда, быстро! Скорей же! Ой, если бы ведали Эдвард и Том Что с ними бедными будет потом? Ну вот Позабавимся, покуда возможно А потом вновь переоденемся Пока мои придворные не пришли И не помешали нам О чудо! Словно мы не менялись одеждой Что ты об этом думаешь? Ваше высочество Мне в моем звании не подобает Тогда об этом скажу я У тебя такое же лицо Такие же глаза, такие же волосы и голос, как у меня Да если бы ни одежды, никто бы не мог понять Кто из нас ты А кто принц Ольский Ты знаешь Вот теперь, когда на мне твои лохмотья Я, кажется, живее чувствую Каково было Откуда у тебя синяк на руке? Ой, это тот стражник, у ворот Он схватил меня за руку, а я вырвался Да ты я сам во всем виноват Молчи! Он поступил постыдно и жестоко Если король... Подожди мне здесь Я сейчас вернусь Субтитры сделал DimaTorzok Итак, жди меня здесь, я мигом И вот он Вот он, страшный миг Умолкни, бедный мой язык Не оскорблю я слуха Сейчас, рискуя головой Огреет принца часовой, о небо Оплеухой Вот тебе, нищенская трогья Это из-за тебя мне досталось От его высочества Да как ты смеешь? Я принц Уэльский, моя особость священна И ты будешь повешен за то, что ты осмелился Ко мне прикоснуться Здравия желаю Ваше королевское величество Пошел вон Пошел вон Головину дорвать Города его высочества Городу принц Уэльский Да я принц И не подавайте вам колытьбе Кормясь ищет ротами отца моего Так обращаться со мной Эй вы, свиньи, рабы Нахлебните царственного отца его милости Или вы забыли приличие А ну, скорее на колени Кланитесь его королевской особи Его королевским лазводьям Попилуй нас граждан, ой, Эдвард Сюдор Наследник престола, опора, опор Щедротами, Господи, нас не покинь Будь славен, ой, Эдвард Будь славен, аминь Вот тебе покуда задаток А завтра я взгляну тебя на вительницу Ах, вот как Он нам еще и угрожает А ну-ка Запечатаем-ка его в бочку Стойки Остановитесь Хуга, оставь его Вот ты где Опять прошелся до полуночи А домой не принес Ни фартинга Если ты сегодня без денег Я переломаю тебе все твои тощие ребра Не будь, Ядсон, Кейнзи Вытащите его Фу, так это дом А это его папаша Это его отец Слава, Владимир, не висал Отведи же скорее меня во дворец Его отец Ты не знаешь, что ты имеешь в виду Ты не знаешь, что твой отец, это я Скоро ты на собственной стуле убедишься О, не шути, не лукавь и не мешкай Я устал, я изранил Я не в силах терпеть Спаси меня от этого сброда Отведи меня во дворец И король мой отец наградит тебя такими богатствами, которые тебе не снились Спаси меня Я воистину, принц Луэльский К богу, он отрекается от собственного отца Да, но зато чешет, как по книге Да что, совсем с ума спятил Пусти меня А ну-ка пойдем домой, мы к тому раздеремся Остановись Любезный Возможно, мальчик действительно болен Справедливости ради я не знаю А я плевам на твою справедливое Болен он или нет Но я переломаю ему все тощие ребра Не будь я чертейский Стойте Святая церковь запрещает вам издеваться над малолетней Я плевам на твою святую церковь Остановитесь Остановитесь, я не могу позволить издевать Мальчика, сын мой Слушай, ты Уйди с дороги, или я за себя не ручаю Руки Да В переплет такой попасть, что угодить медведю в пасть Поймешь, почем фунт лиха А как же Том? Должно быть он давным-давно изобличен? Нет Во дворце все тихо Эх, если бы мальчишки со двора объедков Могли бы хоть одним глазком на меня взглянуть Конечно, они мне не поверят, когда я буду им об этом рассказывать Скажут, свихнулся Ай Где же принц? Что он думает? А если меня здесь застанут в этой одежде? Еще чего доброго прикажут повесить? У них это бывает Вначале повесят, а потом уже будут дознаваться Как я сюда попал Ваше высоте Ваше высочество А вы не видели его, сэр? Куда-то пропал Кого вы имеете в виду, ваше высочество? Уж не того ли оборванца, который съел все эти кушани Так его вышвырнули за ворота Он так кричал За ворота! А что же он кричал? Страшно повторить, ваше высочество Будто вы это он Даже после затрещин он не переставал кричать После затрещин Я пропал Я пропал Ой Ваше высочество Ваше высочество Отчего вы так испугались, принц? Добрая принцесса Спасите меня Я не принц Я бедный Том Кенти Со двора объедков Прикажите мне вернуть Мои лохмоть И я уйду отсюда Спасите меня, добрая принцесса О, Эдвард Вы на коленях передо мной Умоляю вас, встаньте Сюда могут войти Нас могут увидеть О, Боже, что нас подумают Добрая леди Спасите меня Да поймите же вы Я не Эдвард Он Сошел с ума Лорка, Джон Принц Сошел с ума Ваши милости Пощадите меня Я, Ланни, принц Я бедный Том Кенти Ваши милости Ваши милости Что звали? Что звали? Блин, сошел с ума Сошел с ума? Именем короля Под страхом смерти Воспрещается внимать Этой глупой и нелепой вешке Обсуждать ее И выносить за пределы дворца Именем короля Именем короля Мужайтесь, принц Ваш отец болен Врачи не в силах ему помочь Он хочет видеть вас Мой отец нищий Мой отец нищий А не король Спасите меня Пощадите меня Я не принц Я бедный Том Кенти Из двора обедков Пощадите меня Ну, пощадите меня Я бедный Том Какой ужас Он в самом деле сумасшедший За что же, о Боже Коралишь ты нас Похожи И прям его разум угас Дай принцу спасение Его исцеля Храни же, о Боже Храни короля Солнце здесь бывает редко Птицы песен не поют Это грязный двор объедков Честной бедности приют Снится нищему монетка Вечно голодно ему Из двора Двора обедков Путь один ведет В тюрьму В тюрьму наконец-то сейчас он свое получит ну что внучок давненько ты не пробовал моего кулака подожди старая карга вот у нас такая комития что люба а ты мой милый ну-ка встань сюда встань и повтори все свои дурацкие речи ну конечно если ты их не забыл говорит кто ты такой как тебя зовут ты наглец я эдвард принц уэльский что с тобой дитя мое все это твои глупые книжки они отняли у тебя рассудок твой сын здоров и не потерял рассудка добрая женщина отпусти меня во дворец и король мой отец возвратить тебе его без справедлений король твой отец дитя мое умоляю тебя не повторяйте страшных слов они несут нам всем погибель стряхни с себя этот отвратительный сон посмотри на меня разве я не твоя мать которая родила тебя и любит себя бог свидетель как тяжело огорчать мне твое сердце добрая женщина я впервые вижу твое лицо ну как как вам нравится эта комития а вы вы что раскрыли свой додор если ваш пропрыгнуть значит вы у меня прицепы отправь его спать отец он выспится отдохнет и рассудок вернется к нему отправь его в постель он отдохнет и завтра будет более усердно просить подаяния и не вернется домой с пустыми руками завтра завтра утром мы должны заплатить два пенса хозяину этой дры а если мы этого не сделаем а свой бросит на улицу ну мой белый покажи что ты сегодня собрал а может быть тебе ологу и собирать тебе охота да как ты смеешь я сын короля может быть он себе припрятал а вы не должны страдать из-за меня судары пусть эти свиньи тешатся надо мной одним это что мысль? мысль свиньи? ух ты неблагодарная тварь кто там? что нужно? полночная тварь это я хукар кто я тебя? знаешь кого ты уложил сегодня своей дубиной? а я не знаю и знать не хочу скоро запоешь другую песню если хочешь спасти свою шею беги человек этот уже умирает это наш добрый священник Джо Грэй ты еще дьявола если мы останемся здесь мы все пропали надо бежать бежать этого щенка я беру с собой если мы потеряемся найдемся на лондонском мосту пусти боясь чтоб английский народ о болезни наследника вдруг не узнал на деньги казны в день рождения принца король объявил королом бежать 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, Государь, позволь мне уйти. Может быть, он побежался на дно только этой мысли. Может быть, он и... Его разум становится по-прежнему ясным, когда он обращается на другие предметы. Пошли, Господь, чтобы это было так, Ваше Величество. Ваше Величество, принц был силен в языках. Может, следует испытать его по-латыни? Ой, мальчик, повторяй за мной. Патер Ностер. Патер Ностер. Квисен Целис. Сентификатор Номан Тос. Очень хорошо. Великолепно. Превосходно. Он совершенно здоров. Да. И будем испытывать его дальше. Принцесса Джен. Да, сир. Поговорите с принцем по-французски. Кэс-ки льву прон, о моу, повар принц. Чего? С вашего позволения, сэр, этот язык мне не знаком. О, что вы говорите, принц? И ле-маладо. Он сошел с ума. Оставьте его, дитя моё. Ты нездоров. Но это скоро пройдёт. Слушайте, вы все. Мой сын помешан. Но это помешательство временное. В своём он уме или нет. Но он мой сын и наследник английского престола и будет царствовать. Слушайте дальше. И передайте всем. Каждый, кто смелится говорить о его недуге, покушается на мир и спокойствие британской державы и будет отправлен на мисельцу. Сумасшедший! Да пусть он будет тысячу раз сумасшедший. Но он принц Уэльский! И я, король, даю этому публичное подтверждение. Сегодня же он будет возведён в сан наследника с соблюдением всех старинных церемоний. Поверяю немедленно приступить к делу. Лорд Гертворд! Но Вашему Величеству известно, что наследственный гофмаршал Англии, герцог Норфолдский, который должен совершить эту церемонию, заключён в Тауэр, не подобает заключённому... Замолчи! Не оскорбляй моего слуха ненавистным именем. Неужели он никогда не умрёт? Неужели он всегда будет преграды моим королевским желаниям? Нет. Нет. Я клянусь всемогущим Богом! Он умрёт сегодня же. Ступайте и передайте парламенту. Если сегодня до захода солнца парламент не вынесет, не вынесет смертный приговор Норфолку, погламент будет распущен. Королевская воля! Закон! Подойди ко мне, мальчик. Никого не бойся. Сядь. Ну? Ты добр ко мне, недостойному. О, Государь! Меня удручает мысль о том, кто должен умереть. Тебя доброе сердце, мой мальчик. ты весь меня. То этот герцог стоит между мной и твоим будущим. И не надо. Надо думать о нём. А теперь ступай. Ступай, я устал. Болезнь истощила мои силы. Ступай. И завтра на рассвете он будет казнён. Милосердие, мой великодушный государь! Нет! И плохо. И умираю. Нет! 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 Тот! Тот умрёт раньше меня! Я сам сам предстану перед парламентом и собственной рукой приложу печать. 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 Где большая королевская печать? Ваше величество, вы вручили её его высочеству принцу Уэльскому с тем, чтобы он хоронил её до той поры, когда вы... Правда, правда, истинная правда. Ну, понеси. Неси же её скорее. Лорд Гертфорд! Время летит! Иначе я буду ждать вас там. Если мы сегодня не покончим с изменником, завтра ваша шляпа останется праздной, так как её не на что будет надеть. И так он Гертфорду желал скорейшей сбоку встречи, что короля хватил удар, и он лишился речи. А праздник за окном слышнее. Цветы, гирлянды, блеск огней, фейерверков гром. В царярнах лондонских народ пил Эль и не жалел острот о Генрихе 8. Мы ответы лебродяги из разбойничьей в атаке. Непонятно, как на свете носит нас свящая земля. С нами Господом Марокко, мы бредём путём порока и позорим, и позорим, и позорим короля. Ла-ла-ла, 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 папа-ла. И позорим, и позорим, и позорим короля. Сзади не потуже бояс и живи и не беспокоишь и плыви по морю жизни без ритрилы, без руля. С нами Господу Марокко, мы бредём путём порока и позорим, и позорим, и позорим короля. Ла-ла-ла, 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 папа-ла. И позорим, и позорим, и позорим короля. Вы что, собаку сходили? Прекратите немедленно гладкий драть. Хотите, чтобы меня вместе с вами зацапали? Это же крамола! Крамола! У меня была постель. Они сказали, ты можешь спать и на земле. У меня был очаг, а они разрушили его и бросили меня за решётку. А когда у меня уже ничего не осталось, кроме жизни, они пожалели меня и сказали, у тебя всё равно ничего нет. Лучше тебе умереть, чем жить так. мы тебя повесим. И повесят. Для них отпустяковое дело. дайте слепеньким на пропитание. это же пиль, валик и пуль. Глаза мои на вас не смотрели. Бога на вас нет, оборванцы. Мы бы справиться хотели. В самом деле. В самом деле. Но законы, но законы, но законы не вилят. Нет в отечестве пророка, мы бредём, путём порока, и позорим, и позорим, мы позорим короля. Ля-ла-ла, 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 папара. И позорим, и позорим, и позорим короля. Если ж кто по воле рока, попадётся раньше срока, гордо он идёт на плаху, песни душу веселя, вовсе видящие ока. Покарай же нас жестоко, потому что мы позорим, мы позорим короля. Ля-ла-ла, 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 папара. И позорим, и позорим, и позорим короля. Ну-ка, быстро перестаньте драть глотки. Господин шериф велел вам уграться подальше от нашего заведения. А мы не у него в гостях, любезные. А если мы тревожим его нежный полицейский слух, пусть он заткнёт себе уши, пакли. Злой шериф, и лорд богатый, не уйти вам от расклады. Мы разрушим ваши замки, и дворцы, и с хрусталя. А если разойдёмся, то и выше соберёмся, и избавим от мучений, и страданий короля. И избавим от мучений, и страданий короля. Нас король прекрасный малый, и даже любит нас, пожалуй. И теперь к услугам нашим только плохой и петля. С нами Господу Марокко, мы придём, уйдём порока, и позорим, и позорим, и позорим короля. И позорим, и позорим, и позорим короля Все, что мы добываем, джентльмены, мы добываем это своими руками Жодные, вот кто грабит человечество А мы? Мы урезаем излишки Разве грех взять у людей то, чем они не пользуются? Что за шум, что за лгам? Расходитесь по домам! Как же так, Ваша честь? Да ведь праздник нычит здесь! Больше трех не собей кляпаться Братцы нам велят убраться Бунтовать и песни петь, мигом вас отучить плеч Да за что же? Почему? Изменить свою сумму Вам придется на тюрьму Нам придется на тюрьму Больше трех не собираться Братцы нам велят убраться Бунтовать и песни петь, мигом нас отучить плеч Да за что же? Почему? Да за что же? Почему? Изменить свою сумму Вам придется на тюрьму Нам придется на тюрьму Тише, ни звука Милорды, сейчас я вам прочту королевский указ Наш волк Пэр Англии Признан судом Гнусным изменником Бунтовщиком Он Посягнул на Корану и трон Нынче же ночью Он будет казнен И досвершится Воля сия Именем Именем Кровя Костры и ведьмы Море крови Четвертование, чума Да таково Средневековье Эпоха мрачная весьма И все же мнится мне при этом Мы от ней пристрастны Чересчур И ночью можно быть поэтом И вот он, бард и трубодуш Смельчак, талантлив, дерзок, горд Не верите? Прошу, Милор! Когда судьбы шальной каприз Тебя внезапно сбросит вниз Запомни бедность и стыдясь Ты сам себя же топчешь в грязь Избрав по жизни путь любой Всегда останься сам собой Когда судьбы шальной каприз Тебя внезапно сбросит вниз Человеком останься, останься, останься И сердцу доверься сполна Надо быть человеком, надо быть человеком На все времена Где миром правят ложь и лесть Благих намерений не счесть Но ими брат, дороги в ад Святоши издавна мастят В одной упряжке с сатаной Господь везет фургон земной Куда телега держит путь И не пора ли повернуть Человеком останься, останься, останься И сердцу доверься сполна Надо быть человеком, надо быть человеком На все времена, на все времена Ты смелый человек, Гендан Зачем так испытывать судьбу? У короля везде уши Если вино откупорено Его надо пить Послушай, Гендан Мы тут крутимся, как белок в колесе А жизнь каждым днем все дорожает и дорожает Ну что же нам делать, так? Точи ножи, точильщик У тебя прекрасная профессия Послушай, смельчат Ты не знаешь, за что они хотят повесить Герцога Норфолка За шею Не надо так шутить, приятель Он был хорошим человеком Вот за это они и приговорили его к виселице Хорошего человека король Мегом отправляет на тот свет Он считает, что его место в раю Ну, если так Я бы выбрал Ад А почему? Знаешь, старина В раю, конечно, климат Зато в аду Общество Ах-ха-ха-ха-ха Когда судьбы шальной каприз Тебя швыряет и вверх и вниз И ты белее полотна А ночь вокруг черным черна Когда сгорело все до тла Когда молчат колокола Когда рискуешь по утру Исчезнуть пылью на ветру Человеком останься, останься, останься И сердцу доверься сполна Надо быть человеком, надо быть человеком На все времена Сумей зажечь огонь в крови Надежды, счастья и любви И все, на что нам жизнь дана И спей до дна, и спей до дна И вдруг услышь оторопе Трубы серебряной напек Напев серебряной трубы Как эхо звонкой судьбы Человеком останься, останься, останься И сердцу доверься сполна Надо быть человеком, надо быть человеком На все времена На все времена Эй, стража, окружай! Фотасы, Кенда! Разбегайте, ребята! Фотасы, Кенда! Да это же наш Том! Эй, подходи, честной народ! Такого вы еще не видали! Иди сюда! Кто хочет познакомиться с его величеством? Принцем Уэлским! Вот он, вот он! Познакомьтесь! Вот он! Я боюсь, что не пачкать его светлое величество! Друзья! А давайте коронуем его! На трон его! На больше! Ваше величество! Вы уронили король! Да здравствует его величество! Король Англии. Фу-фу первым. Ну ладно, хватит вам. Я же говорю вам, что это Том. Том Кенти! Том, слезай, я отведу тебя домой. Пойди прочь, нищенка. Я тебя не знаю. Это же я, Том. Твоя подружка Джин. Ты что, не узнаешь меня? Что вы хотите от меня? У меня нет сейчас денег, чтобы подать вам на хлеб. Жалкие шуты. Я в последний раз повторяю. Я принц уэльский, никто другой. И пусть я одинок, и покинусь друзьями, и нет никого, кто захотел бы помочь мне в беде, все же я не отступлю за своих прав. Слышите вы, свора невоскиданных псов, и буду драться за них ни на жизнь, ни на нас. Остановитесь, мерзавцы! Или я за себя не ручаюсь? Принц, ты или не принц? Но ты храбрый малый, и я докажу, что у тебя есть друзья! Моя шпага к твоим услугам, и клянусь тебе! Майлс Гэнтон не худший из тех, кого бы ты мог выбрать себя в качестве друга, не слишком утомив себя поисками! Ты подумаешь, еще один ряженый принц! Ну придержись к приятелю, иначе я все-таки украшу его! Да я прикажу их всех вздернуть на них! Спокойно! Спокойно, мой мальчик, не дразни гусей, дай отдохнуть своему языку, а пока что я поговорю с этими подлыми крысами на их родном наличии. Малый, послушайте вы, грязные свиньи и тараканы, бездельники и ублюдки, болваны и проходимцы, воры, моты и поберушки, глутуны и безбожники, срамословые и прихлебатели его преподобие дьявола, сто чертей ему в печи! Яльницы, шарлатаны и распутники, безмозглые дураки и пройдохи! Неужели вы не видите, что малый потерял рассудок? Оставьте его в покое! Довольно слов! Я приказываю тебе изгрубить эту толпу негодяев на куски! Нажал! Оставьте его! Оставьте его! Оставьте его! Кого поймали? Короля за хвост поймали! Помолчи! Ты кто такой? В имени моего отца я приказываю тебе арестовать весь этот сброс! Помолчи, щенок! А кто его отец? Мой отец король Англии Генрих Восьмой! Он умирает! Я должен выйти в его постели! Я должен выйти в его постели! Это я умираю! Это откуда такая дурь пришла тебе в голову? А? Только слезай оттуда в баршины идут! Ты не ударишь мальчика! Перевешивайся не в свои дела! Это мой сын! Или весь мир сошел с ума! Прекрасно сказано, мой мальчик! И я тебе верю! Все равно, здоровый у тебя голова или с трещиной! Одец он тебе или нет! Я не дам издеваться над того, этому гнусному негодяю! Раз ты предпочитаешь остаться со мною! Я не знаю его! Он мне гадок! Я лучше умру, чем пойду с ним! Значит, кончено! И говорить больше не о чем! Слушай! Уйди, или я рассмощу тебе голову! Кажется, будет драка! Я пошел! Дух! Дай куда! Я здесь! Идущий, выж! А ну-ка, окружите его и загасите фонарь! Мы прикончим его в темноте! Победа! Победа! Победа, мой мальчик! Ну, где же ты? Ну-ка, погодите! Пьяницы, свиньи, выходцы с того света! Вы мне за это дорого заплатите! Черт меня побери! Если я не нашлю на вас такие беды! Какие вам и не снились! И что же? Вот он, страшный рок! Все ближе конский топот! Испешившись, конец изрек, Меняя крик на шепот! О, плачь, британская земля! Господь лишил нас короля! Но радостно вскричал огонь! Да здравствует другой король! Фортиссимо! Ортиколотто! Маркет! Олекро! Модератто! ПЕСНЯ 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 И в смерть, внук тирана, И духом воскрят, Томится порана, Утерянный прав, И крика кричит перекатная боль, Да здравствует этот ПЕСНЯ 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 Что это? Что это там за процессия? Это ведут на казнь герцога Норфолка. Такова была последняя воля вашего покойного отца, ваше величество? Нет! Да, голова его уже на платье. С двенадцатым ударом колокола она упадет. Четыре. Если, конечно, не раздастся выстрел королевской пушки, отменяющей казнь. Но делать этого ни в коем случае нельзя, ваше величество. Скажите мне, милорды, по чести и по совести, вот если я сейчас отдам приказ, которого никто, кроме короля, не смеет отдать, будет этот приказ исполнен? Никто не посмеет мне крикнуть, нет! Никто, ваше величество. Вы король. Ваша воля закон. Ваше величество! Умоляю вас, не делайте этого. История и Англия нам никогда этого не простят, ваше величество. Замолчите! Так позже отныне воля короля будет законом милости, а не законом крови. Выкатить королевскую пушку! Объявляю королевскую волю! Герцог Норфолк останется жив! Герцог Норфолк останется жив! Кончилось царство крови! Здравствует Эдвард, король Англии! Попоры, побои и всяких у нас, отменит теперь королевский указ. О, слава я, Андрея, благостный край, танцуй, правда, люди, и песни играй! По мгнику судьбою пройдяга-пилот, теперь нам с тобою не страшен меча! И криком кричит перекатная боль, раздравствует Эдвард, английский король! Сверху с тираном и духом вострят добиться пора нам утерянных прав, пора нам, пора нам, пора нам, пора вернуть королевскую милость, пора По новым законам свободной страны Мы все перед Господом Богом равны! Славься, Британия, наша земля! Храни же, о Боже, Храни короля! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Итак, начнем вторую часть комедии о Томе. Она продолжится теперь не в королевском доме. Попасть в разбойничий притон не всяк, поди, отважится. Отсюда выбраться потом не так легко, как кажется. Закрой-ка дверь плотнее, Жан, а я спою покуда. Я одноглазый атаман, наследник Робин Гуда. За все содеянное мной мне каторгу пророчили... Бродяга буль, бродяга буль, бродяга буль, бродяга буль и прочее. Я отдал глаз за всех за вас, и клятвы не нарушу, и отомщу за всех за тех, кто отдал Богу душу. Пришлось и мне бы нелегко, но власть мою упрочили... Бродяга буль, бродяга буль, бродяга буль и прочее. Но правосудие кончий пёс схватил меня в соляшку. И мне пришлось, и мне пришлось вернуться в каталажку. Казнить меня решил судья, но казнь мою отсрочили... Бродяга буль, бродяга буль, бродяга буль и прочее. Ла-ля-ля, ла-ля, 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 ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Их позорит, Их позорит, Их позорит короля. Лечет ручей, и он ничей, Никто ему не баррет. Мы крабим только богачей, А бедным день не даем! За что скажите мне, друзья, законом оборочены? Бродяга Буль, бродяга Баль, бродяга Биль и прочие. За что скажите мне, друзья, законом оборочены? Бродяга Буль, бродяга Баль, бродяга Биль. Кого это там несет нелегкая? Это же Джон Кенти и Проныра Хуба. Что погодка, а? Да, вот, они еще с добычей. Какая черта добыча? Простите этого луха в угол и развяжите мешок. Он там не затошутся. Вишечка, мало с того. Ну, присните на него немножко, он быстро придет в себя. Ну, вы принимаете меня в свою шайку? Ну, за этим дело не станет. Кто же не знает храброго Джона Кенти? Нет, отныне я черный Джон. Я поменял свое имя и правильно сделал. Ну, почему? Я убил человека. Это был Джо Грей. За что? Ты что убил Джо Грея? Он был святой человек. Черт его знает, как он мне попался под руку. И подумал, откуда я знал, что он святой. Клубки твои дела, черный Джон. Не хотела бы я оказаться на твоем месте. А это что еще за чучело? Это наша новая подружка. Она пристала к нам только сегодня утром. Не красотка, зато умна, как черт. Ну, и что же ты имела в виду, старая ведьма? Нет страшнее греха, чем убить святого человека, не дав ему исповедаться. Дух него будет являться к тебе каждую ночь до тех пор, пока она отправится вместе с тобою в ватт. Свят, свят, свят. Почему я не вижу с третьего Суэна? Где он? Бедняга. Он теперь в преисподней. Питается серой, а она слишком горяча для его изысканного. Его еще летом убили в драке. Жаль, жаль. Хороший был человек. Но черный Бесс, его подруга, все еще с нами. Красивая девушка, прекрасных правил, и великолепного поведения, никто не видел ее с чужим кошельком чаще четырех раз в неделю. А кто это? Тоже новичок. Здорово, приятель. Меня зовут Йокал. Когда-то он был фермером. Жену его барон забил плетьми до смерти. А бедную старуху-мать сожгли на костре, как ведьму, за то, что она прокляла убийцу. Налоги разорили меня, и я пошел просить милостыню. Но английский закон запрещает жить подаянием, и пока меня морили по тюрьмам, мои дети умерли с голоду. Бесправный английский раб. Да, я бежал. Я сжег своего барона. И если меня поймают, будь проклята страна, создавшая такие законы, я буду повешен. Нет, ты не будешь повешен. С нынешнего дня я отменяю этот закон. Это говорю я, Эдвард Сидор, король Англии. Он все равно повешен. И то, и другое. Вы не обращайте на него внимания. Это мой сын. Он возомнил из себя, что он король. Да, я король. И ты скоро сам в этом убедишься себе на горе. Ты ведь сознался, что убил человека. Ты будешь вздернут за это на виселице. Что? Что? Ты что, ты что, угрожаешь мне? Это я... Вот это удар! Послушай, приятель. По-моему, ты не уважаешь не только королей, но даже атаманов. Не будь я одноглазый. Если ты позволишь еще что-нибудь подобное в моем присутствии, я завздерну тебя на первом, суку. Ты что, угрожаешься лень? Что, угрожаешься лень? Ой! Еще немного, и ты отправишься туда. Откуда еще никто никогда не возвращается? Ладно, хватит, хватит, он все понял. Отпусти его. Держи. Ну ладно. Так-то будет лучше. Ну давай выпьем. На мировую. Согласен? Да. Согласен. Мир. Мир до гробовой доски. Ну! Кто сделает ко мне хоть один шаг? Я размощу голову. Так что же вы приуныли, весельчаки? А мне сказалось, что кто-то хочет чего-то сказать, а я не слышу. Да здравствует наш новый атаманов. Громче! Слово черному джону! Высочество! Может быть, вы что-нибудь хотите сказать? Прошу вас. Скажу. Ты подлый убийца. Как только я выйду отсюда, я тотчас прикажу тебя повесить. Как это похвально. Он нам угрожает. Надо его проучить. Эй, Куга! Сесть. Иди ко мне, плетка, она там, в сантучке, за дверью. Слушаюсь, мой атаман. Что такое? Что случилось? А ничего особенного, черный джон. Кроме того, что Куга мертв. Ты что, дьявола? Он мертв. Его убили. Там кто-то есть. Эй, летучимыш. А ну-ка, посмотри, посмотри, кто там. Ну! 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 Я знал, что ты согласишься. Ай! Ай! Что такое? Ну, что случилось? Летучая мышь улетела в ад! Эх, я не дам себя морочить. Эй, ты, подьбурь. А ну-ка, приведите эту птичку сюда. Я терну ей шею. Нет, мы не сделаем это. На все божья воля. Вы все, все жалкие трусы. Тогда я сам, сам, сам выпущу ей потроха. А-а-а! Приведенье! 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 Мы тебя не боимся. Говори, кто ты такой. И я разряжу в тебя три ствола сразу. Уж третью ночь Нашусь во мгле я Зловещий белый денью Я дух убитого Джо Грея Взывающий к отмщению Чего тебе надо? Как только трижды Прокричит петух Ты, черный Джон И спустишь дух Раз Раз Два 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 Полевал я за ваше приведение Это все сказочки для маленьких детей А я не боюсь ни чувства Не делала О, смертный грех Да будет он Огнем небесным Поражен Умри Несчастный Черный Джон А ну-ка очнись, мой мальчик Ты свободен? Мы не заставили себя долго ждать Это ты Это ты Ген И не один Как же петух Али 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 Т 시 — это я — Да, мой мальчик Гуль на выдумке Хитра Я выследил этого мерзавца Джона Кенти И решил проучить его И правда, мы недоро разыграли эту комедию Я и мои друзья изhington Северпульского цирка! Северпульского цирка! Северпульского цирка! Ну, мы еще посмотрим, чья возьмет. Ну, а пока скитается принц по Англии, многострадальный, посмотрим, что делает бедный Том в королевской обочевальне. Не безмятежен, увы, его сон, не властен Том над собою. В холодном поту просыпается он. Снятся ему побои. Не бей меня, отец! Что он сказал? Он сказал, о мой бедный отец. Нет, не послышал что-то совсем другое. Тише, и лорд! Тише, иначе это будет и смена. Ах, потише, ах, потише, а не то король услышит, умоляя, 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 умоляя. Если мы не будем, то, пожалуй, не разбудим, не разбудим, не разбудим, не разбудим короля. Ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля-ля, не разбудим, не разбудим короля. Зачем вы здесь? Кто вы? Мы, да, мы притворные. Кто бишь, притворные? Мы охраняем ваш сон. А что вам нужно от меня? Час поздний. Не угодно ли будет вашему королевскому величеству встать? Угодно. Что у вас так много, что кто-нибудь один не мог прийти разбудить меня? Король хочет одеваться. Одежду его королевскому величеству. Одежду его королевскому величеству. Одежду его королевскому величеству. одежду его королевскому величеству. Когда однажды на ярмарке загорелась карусель, вот точно так же передавали ведра с водой. Какая мысль! Какая мысль! Какая сила! Какая мощь! Как это мило! Я восвящен! И я! И я! Так пишется история, друзья! Позвольте мне почтить вас, ваша милость. Поэт поэта всей душой поймет. Я убежден, что этот оборот в аналы нашей мудрости войдет. В нем все величие ваше отразилось, как солнце в малой капле вот. Извините! Я пошутил! Вы что, шуток не понимаете? Какая шутка! Как это славно! Как это мило! И как забавно! Я восхищен! Я! 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 Так пишется история, друзья! Позвольте мне еще раз, ваша милость, поэт поэта всей душой поймет! Довольно! Есть охота! Завтрак, его величеству! Завтрак, его величеству! Завтрак, его королевскому величеству! Играет музыка! Милорды, я могу приступить к тратнице? Разумеется, Ваше Величество. О, да тут накрыто на двадцать человек. Ни одному этого не съесть. А может, вы со мной закусите, милорды? Да нет, ну нет, правда, не стесняйтесь. Да не собакам же это выбрасываем. Да собакам, Ваше Величество. Каким собакам? Вашим, Ваше Величество. И сколько у меня собак? Сто больших и двести маленьких, Ваше Величество. Ну, даете. Ну, ладно. Приступим к делам. Что у нас там на сегодня? Финансы, Ваше Величество. Ваше Величество. Отлично. Валяйте. Государственное казначейство с прискорбием извещает, что расходы на содержание королевского дворца и всех его угодий за последние полугодия вследствие чревоугодия превысили 937 тысяч фунтов стерлингов, из коих 936 тысяч фунтов еще не выплачены. И в настоящее время выплачены быть не могут. А между тем расходы растут. Податись населения недостаточно даже на покрытие расходов по королевским обедам. Уж не говоря о расходах на украшения и туалеты для дам. Государственный совет разработал проект по дополнительному налоговому обложению нашего населения. По вашему повелению он будет представлен на рассмотрение и высочайшее утверждение. Таково наше финансовое положение. Что за чепуха? Я думаю, надо уплатить долги покойного короля. А уж потом расходовать столько денег. Сколько у нас лук? У нас 70 конюхов, 40 полотеров, 60 охотников и 50 царей, 30 поваров и 40 поварят. 25 обойщиков, 50 портних, 60 служанок и 100 мальчиков пожилых. Этого 525 слуг, не считая собак. Нет, так дело не пойдет. Ну так, мы и вправду прогорим дотла. Я думаю, нужно снять домик поменьше. Вот лучше всего купить тот, что напротив хлебного рынка. Там сейчас как раз никто не живет. Только надо поторговаться. Да, и потом, я считаю, что у нас много собак. Надо оставить одну. Поменьше, позлее. И на завтраке. Ну готовьте вы мне что-нибудь подешевле. Вот больше всего я люблю гороховую похлебку с луком. И овсяную кашу с кислой капустой. А что это с вами, милорды? Что это вы молчите? В таком случае, у меня к вам еще один вопрос. Мне мучительно чешется нос. Ну какие у вас тут обряды, обычаи, соблюдаемые в подобных ситуациях? Ну... Ну... На днях палата лордов обсудит это и доложит вашему величеству. А, че? О, вот это прекрасная мысль, ваше величество. И глубоко справедливая. Я сейчас же ее запишу. Но перед этим и в третий раз. Позвольте, ваше миру... Не позволю! Довольно! Я устал от вас. Напитые соловой дураки. Ой, как они мне надоели. Нет. Нет, я никогда не вырвусь из этой золотой клетки. Отчего вы так печальны, ваше величество? Я не более печален, чем вы, ваше высочество. Когда у мальчиков такие грустные глаза, это значит, что они все забыли. О чем я должен помнить, девочка? Ну, хотя бы о том, что я не просто девочка. Я шотландская принцесса, ваша будущая жена. Ах, милый Эдвард, если бы вы знали, как мне тяжело. Со временем нашей помолвки вы так изменились. Нашей помолвки? Ну да. Нас обручили еще в колыбели. Неужели вы и это забыли? Нет, я... Я помню, на вас было очень красивое платьице. И вот... Вы ничего не помните? Никогда бы не подумала, что мужчины так забывчивы. Чего доброго, вы еще станете убеждать меня, что никогда не слышали нашей любимой песни. Песни? Какой песни? Пожалуйста, напомните мне ее. Я вас очень прошу. По небу с обезьянкой на плече Над головами карликов и пьяниц Шла девочка, танцуя на луче Под звук шарманки Свой нехитрый танец И выбиваясь из последних сил Шарманка Белоколосом Распитым О мальчике, Который Все забыл О мальчике, Который Все забыл О девочке Которая Забыта Странно Очень странно Я ничего не понимаю Вы забыли эту песню Или, может быть, милый Эдвард Я вам больше уже не нравлюсь? Нет, нет, принцесса Вы мне очень нравитесь И песня тоже Ее пел Слепой скрипач Скрипач? Да А мы держались за руки Вот так С маленькой Джей С маленькой Джей Из двора Объедков Из двора Объедков? Да И вы знаете, принцесса, вы Очень похожи на нее И знаете, мы Тогда же поклялись Здесь, во дворце Нет Там На площади Странно Очень странно, Ваше Величество Согласитесь, что если это болезнь То лекари здесь не помогут Может быть, мне уйти в монастырь? Нет, не нужно Я постараюсь все вспомнить Я вспомню Если нет другого выхода А ведь его, кажется Нет Ваше Величество Ваше Величество Нищенки Джин Вспоминаются Томы Но к нищенке Джин Мы вернемся потом Грязный Голодный Уставший Бледный Еле плетется За Генданом Эрвард Но это все тело И на сердце Скверно Гендан Приводит Принца В таверну Ну Чем не Королевские покои А если А если к этому Прибавить Ужин Который нам Принесут Ты можешь Смело считать Себя во дворце Послушай, Лебездный Велика Своему хозяину Притащить нам Сюда наверх Что-нибудь Поужинать А то мы Голодны Как с собаки Главное Побыстрее Подешевле Понятно? Как я рад Что вся эта история Так хорошо Закончилась И вот что Мой мальчик Теперь мы будем Вместе Ходить по белу свету До тех пор Пока тебе не надоест И клянусь Своей шпагой Больше этот мерзавец Не посмеет Тронуть тебя Даже кончиком Своего пальца А если Муздумать Съявиться сюда Чтобы проявлять Свои отцовские чувства Я вообще Спущу его с лестницы Послушай Сколько раз Мне говорить тебе Что мой отец Был королем А тот бродяга Отец оборванца Которого все Принимают за короля На самом деле Его зовут Том Король Эдвард Я И знаешь Я устал тебе это повторять Ну ладно Ладно Успокойся Мой мальчик Я тебе верю Ах В конце-то концов Не все ли мне равно Кто из вас король да ты уже спишь бедный мышонок отлично вошел в свою роль да тут прохладно чего доброго он еще простудится вот что отдыхайте ваше величество а пока что я починю ваш наряд который эти оборванцы вам изрядно попортили по небу с обезьянкой на плече хозяин велел узнать а я велел узнать долго вы здесь проводите или нет и получить вас вперед за ночлег и ужин никто нам не верит в долг или везде нас принимают а все потому что не знают кто мы на самом деле вот если бы твой хозяин узнал что его таверну благосклонно посетил сам король клянусь своим именем он заговорил бы иначе клянусь он не посмел бы предъявить там счет за ночлег и ужин король а ну-ка взгляни на эту новенькую монету чей профиль на ней чеканин чей-чей молодого короля точно а вот теперь подойди к кровати и посмотри только внимательнее это же действительно его величество а вы а я граф майлз гэндон канцлер двора его величество не смотри что мы одеты так бедно мы путешествуем переодетыми по стране и проверяем свежим ли мясом добрым ли вином угощать в тавернах усталых путешественников понятно испугался да ну вот и ладно я пошутил я пошутил забирай свои деньги да поживее а пыли дни бросали серебро послушай майлз откуда ты знаешь эту песню какую ах эту ее пела нищенка которую ты не узнал среди бродяг звали окажется джей принцесса джей кушать подано ну вот так то лучше дружище ужин это хорошо сейчас мы поедим на славу и пенегару мальчик ужин и сон сделают из тебя человека тебе чего-нибудь не хватает я хотел бы умыться и только-то ты можешь делать здесь все что угодно не спрашивай для этого позволения у да что с тобой скажи на милость послушай налей мне воды не говори так много лишних слов клянусь всеми святыми это восхитительно полотенце прошу вас ваше величество а теперь я приглашаю вас к столу остановись ты что хочешь сесть присутствие короля черт побери этого мне еще не хватало а послушайте ваше величество видите ли мне казалось что я заслужил эту скромную привилегию если вы были так добры то ты прав ты прав ты спас мою жизнь а следовательно мою корону я достойно отблагодарю тебя опустись на колени посвящаю тебя в рыцари отныне тебе и твоим потомкам разрешено сидеть в присутствии короля чего не смеет делать никто другой пока существует англия это почетное право останется за тобой благодарю тебя король ну вот а теперь можно отобедать садись благодарю вас ваше величество отпей при мне глоток чтобы я видел а зачем ваше величество ну ты должен пробовать до меня все что я ем и пью отпей ну теперь я питье могло быть отравлено что с тобой мною ваше величество да ты что ну такой в порядке ну и ну какой вкусный хлеб никогда не ел ничего вкуснее нет совершенно с тобой согласен не ел 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 пути И не забудь мне завтра заказать новые пошмаки. Ой, ты знаешь, где живет королевский сапожник? Скажи ему, что король, что я. Знаю, знаю. Ну, как же мне не знать, где живет королевский сапожник? За углом направо, третий дом налево, деньги заплачут. Я не знаю. Только на этот раз королю придется донашивать то, что на нем есть. А графу Маусу Гендену, канцлеру дворового величества, придется наложить несколько неблагородных заплат на эти неблагороднейшие ботфорты. Отдашь ей соло-виолино, дольчиссимо и ламентино. Затихло все, а где-то шла полуночная месса, и снилась Эдварду всю ночь прекрасная принцесса. Едва же возвестив рассвет, ударил в медь Биг Бен, беднягу принца, разбудил знакомый голос Джен. Субтитры создавал DimaTorzok Какая оплошность! Зачем же стрелой лететь в неизвестность куда-то? Вот так нетерпение наше порой к печальным ведет результатам. Девочка! Том! Ну, наконец-то! Ах ты, негодный мальчишка! Слушай, девочка, откуда ты знаешь эту песню? Как же мне ее не знать, Том? Ведь это же та самая песня, которую... Ты что, все забыл? Это неважно! Том, ты нашелся! Ты рядом! Я так рада! Я благодарю тебя, но как убедить мне тебя, что я не тот, за кого ты меня принимаешь? Ты знаешь, я не Том. Я король! Я всего лишь бедный английский король. Конечно, мы с тобой не раз играли в эту игру во дворе обедков. Это была замечательная сказка. Эх, как страшно, что рано или поздно всему приходит конец. Ты права. Ты права, милая девочка. В один прекрасный день открываешь глаза и понимаешь, что все это было лишь во сне. Но! Слава Богу! Наконец-то тебе возвращается разум. Но теперь ты узнаешь свою подружку Джин. Шотландскую принцессу Джин! Принцессу? Том! Да, ты знаешь, мне так нравилось, когда ты называл меня так перед мальчишками из двора обедков, когда мы играли в нашу сказку. Наверное, обещал жениться на тебе, когда вырос. Ты не забыл. Ты ничего не забыл, Том. Ты удивительна. На нее похожа. Принцесса нищеты. На кого? О, принц несметных бога. На Коломбину. Из нашей песни. Ты помнишь, как это делали бродячие артисты на площади? Леди и джентльмены, сейчас мы вам покажем трагическую историю о несчастном пьеро и о коварной Коломбии. По небу с обезьянкой на плече, над головами карликов и пьяниц. шла девочка, танцуя на луче, под звук шарманки свой нехитрый танец. И выбиваясь из последних сил, шарманка, пела голосом разбитый, о мальчике, о мальчике, который все забыл, о девочке, которые забытых. Забытых. А были дни бросали серебро, на золотое эхо тамбурино. Шутил мукой обсыпанный пирог, и весело смеялась Коломбина. Стоит старик с протянутой рукой, И снова плачет старая шарманка О мальчике, обсыпанном мукой, О мальчике, обсыпанном мукой, О девочке с печальной обезьянкой. И вновь скрипел потрепанный фургон, И на ухабах вздрагивал возница, Вздыхая, что опять все тот же сон, Ему сегодня всю дорогу снится. И Белеск свел, и месяц в небе плыл, И яростно трезвонили копыта. О мальчике, который все забыл, О мальчике, которая забыта. Эй, вы! Это что еще за представление? Ну-ка вон отсюда, попрошайки. Здесь вам не рыночная площадь, чтоб просить милостыню. Кыш! Послушай, любезный, А где бы я мог купить пару ослов? На рынке, сэр. Это недалеко отсюда, за обжорным рядом. Ну, благодарю тебя за совет, дружище. Хотел бы я побывать на рынке? Нельзя, вчера на рынке в доме Сэма Отравили человека. Кто? Убийца скрылся, полиция ищет его по всему городу. Стражники! Снимите твой отец, Джон Кенти. Спрячемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господин Шериф, они остановились здесь. Пебьюся в заклад, что это его рук дело. Вот мы именно его сейчас и заберем там. А может быть, это не он? Нет, это он. Я же видел, как он бежал по улице и держал руку в кармане. А что он держал в кармане? Наверное, склянку с ядом, которому он отравил бедняку. Тогда это он. О! А он вооружен? Да, он был при шпаге. Тогда это не он. Бежим, скорей. Вот, вот, господин Шериф, он, Матушка Черная Бася точно так и предсказывала перед тем, как ее сожгли на костре, как ведьму. А что тебе предсказывала матушка? Она предсказывала, что бедняга умрет от яда. И ядом удаст человек высокого роста с усами и бородой. Тогда это он. Вот именно. Что вот именно? А если он будет драться? А мы не будем его дразнить. Вот именно. Поосторожнее. А мальчишка здесь не виноват, он просто валяет дурака. И я возьму его с собой. Кого он валяет? Дурака. Тебя, дурака, никто не спрашивает. Дурак. Я здесь. Вы меня звали? Послушай, не здесь ли остановились мужчина с маленьким оборвышем? А, да, они остановились в нашей таверне. Мужчина пошел на рынок покупать двух ослов. А оборвыш? Еще спит. Да. Господин Ижиев. С вашего разрешения, разрешите я подниму его? Да, да. И вы идите за ним. Слушаюсь вашей чести. А я пока побуду здесь. Темно здесь, как в могиле, и не видать низги. Но где-то притаились отечество враги. Не дремлют силы ада. И, может быть, сейчас вливают капли яда в кого-нибудь из нас. Зачем вам эти люди? Говорят, они отравили человека. Человека? Ну, не собаку же. Кого же они отравили? Слушай, уйди. Не приставай с вопросами. Ну, кого надо, того и отравили. Я храбрый, страж законно, и я не потерплю. Мы подлого убийцу доставим королю. Господин Шериф. Там на кровати никого нет. Там только одно трепье. Розыскать его именем короля. Я запрещаю тебе приказывать от имени короля. Вот он где. А ну-ка слезай оттуда, паршевец. Вот именно слезай. Сэр Томас, если вы верно служите королю, я вам приказываю арестовать этого бродягу. Он убил человека. Я вам приказываю от имени короля. Том, опомнись. Вы слышали? Он назвал меня по имени. От чего именно имени? Он говорит, вот именно. А, я ему сейчас напомню его имя. А ну-ка окружайте его, ловите его. Лови его! В чем дело? Что здесь произошло? Брошай спагу, ты арестован. Да. За что? И ты еще спрашиваешь. Ты же отравил человека. Ложь. Никого я не травил. А ты был сегодня на рынке? Был. И хотел купить ослов? Хотел? Вот значит и я травил. Вот значит и ведите их в тюрьму именем короля. Так. Не сметь. Не сметь приказывать от моего имени. Сэр Томас. Я лишаю тебя чина. Ты сделаешь это в тюрьме. А ну-ка убери руки, приятель. Ладно. Мы пойдем послушно. Я докажу, что этот человек солгал. Я тоже докажу. И тогда вам всем дорого придет расплачиваться за подобное обращение с моей священной особой. Пора на этом поставить крест. Пора нам. Пора нам. Пора нам. Пора нам. Вернуть королевскую милость двора. Славься, Британия, наша земля. Храни же, о боже, храни короля. А во дворце такой скандал в то утро разразился. Вошел лорд Герфорд в тронный зал и пятнами покрылся. Господин главный дворецкий, что происходит? Что здесь происходит, я вас спрашиваю? Что происходит, лорд Герфорд? Я живу как во сне. Королю каждый день приходят в голову все новые и новые мысли. Что еще? Он велел их снять и продать на ярмарке для покрытия долгов покойного короля. Он сказал, что завтра праздничный день и мы сумеем взять за это хорошую цену. Я кажется, сам скоро сойду с ума. Лорд Герфорд, я не знаю, что будет дальше. Король гонит от себя врачей. Он сам ходит на кухне и проверяет кастрюли. Боже мой! Во что превращен дворец? Если бы покойный король мог это все видеть, он перевернулся бы в гробу. Лорд Герфорд, я думаю, его величество покойный король давно уже устал менять свое положение. Что с вами, сэр? Не спрашивайте, милорды. Я только что с ярмарки. Что вы там делали? Продавал королевских собак. И представьте себе, я как-то за них хорошо взял. Это вот вам, лорд Герфорд. Вот так. Вот так. Вам, лорд Дворецкий. Король, кажется, останется довольным. Лорд Сен-Сен, вы в вашем звании были на ярмарке и продавали собак? Был на ярмарке и продавал королевских собак. Почему это вам не нравится? Как вам не стыдно, милорд? А что же мне стыдиться, раз сам его величество король поручил мне это дело? Где король? Где король? Где король? Его величество король играет с леди Джейн в какую-то уличную игру. Бедная девочка не узнать. Мне кажется, она тоже не совсем здорова с тех пор, как у короля. С тех пор, как у короля, помутился разум и появились дурные манеры. Что вы ведь это хотели сказать? Ну, милорд, мы все думаем одно и то же. А вот лорд Сен-Жон, кажется, не разделяет наше умнение. Не так ли, лорд Сен-Жон? Милорды, болезнь короля меня удручает так же, как и вас. Все эти новые порядки, эти постные обеды, это крайне неудобно. Но, лорд Гертворд, я, кажется, начал ко всему привыкать. И даже потерял весик, что весьма полезно для моего здоровья. Прекратите! Прекратите! И запомните, милорд! На днях все это кончится. Что? Все! Все! Врачи его королевского величества признали короля невменяемым, и управление государством будет возложено на опекуна, то есть на меня. Ну и на вас, то есть на палату лорда. Мы не можем допустить, чтобы сумасшедшие... Ну что? Заны все сняли. Отлично, дядя! Теперь отнесите их на рынок и постарайтесь не продешевить. А этого сюда зачем перетащили? Ну я же приказала всех этих рыцарей переплавить, а железо отдать кровищикам, им нечем чинить крыши. Собак продали? Всех продал, ваше величество. Вот. Ну, отлично, милорд, отлично! И от вас может быть какая-то польза. Так, кстати, ну я же просил отменить налоги из бедняков. Почему не исполняются мои приказания? В чем дело? Видите ли, ваше величество, мы вошли в палату лордов с ходатайством об отмене вашего указа. Почему? Потому что это единственная статья доходов. Только налоги пополняют королевскую казну. Да в чем дело, что я не имею права приказывать? Палата лордов, ваше величество, в силе просить вас отменить ваше решение. Как вас прикажете понимать, милорги? Это что? Бунт? Бунт, ваше величество, мы не можем допустить! Ах, вы не можете допустить! Думаете, я не слышу, о чем вы там шепчете за боец к ночь? И не смейте стоять в шляпе, когда с вами разговаривает сам король! Что зашло? Я сейчас узнаю, ваше величество! Узнайте, что там за народ и почему он волнуется! Слушаю, ваше величество, ваше величество! Шериф задержал преступников. Какого-то мужчину с маленьким оборвышем. Их ведут в тюрьму. Привези их сюда! Я сам буду их судить при всех! Они еще засудят кого угодно! В чем его вина? Ваше величество! Он отравил человека! Его вина доказана? Нет, ваше величество! Моя вина не доказана! Но сейчас речь не обо мне! Подожди! К чему вы присуждены? Мы присуждены быть заживо сваренными в кипятке! Милордый! Неужели возможно, что он присужден к такой страшной казни? Таков закон, ваше величество, для отравителей. А вот в других странах там варят еще в кипящем масле. Да еще не сразу, а постепенно. Опуская в кипящее масло на веревке. Сначала ноги, потом туловище. Довольно! Прикажутся отменить этот закон! И пусть несчастных не подвергают больше таким страшным пыткам. Строили здесь средневековье. Что ты можешь сказать с твоим оправданием? Ваше величество! Я не виноват! И мог бы доказать это тем, что в час, когда, по словам свидетелей, я губил человеческую жизнь, я спасал жизнь человеку. Я вырвал из рук пьяного бродяги, безумного ребенка, который в своем безумии утверждал, будто бы он является королем! Этот мальчик... Довольно! Он не виновен! Он не только не виновен, но клянусь королевской короной! Том Кенти, ты не можешь клясться королевской короной! Она принадлежит мне! Сэр Томас! Схватить бродягу! Под страхом смерти я запрещаю вам его трогать! Он король! Он настоящий король! Наконец-то ты нашелся! Стража, что же вы стоите? Я приказываю схватить этого оборванца! Лорд Герфорд! Я приказываю вам подчиниться мне! Мы оба помешаны! Врачей! У Его Величества новый припадок! Но откуда он знает, кто вы? Он назвал вас по имени! Вы посмотрите, как они похожи! Дамы и милорды! Нам кажется... У меня двоится в глазах! Ну, докажи им, что ты король! Хорошо! Я докажу! Лорд Герфорд! Что сказал вам мой покойный отец в день моего рождения, 10 января, когда мы были втроем в его опочивальне? Он сказал... Лорд Герфорд! Как только мы казним герцога Норфолка, я пожалую вам все его земли! Наглая ложь! Непостижима! Это клевета! Король мне этого не говорил! Ваше Величество, скажите мне, пожалуйста, что мне говорил король? Откуда я могу знать? И никакое я не величество! 10 января я ходил по обжорному ряду и отморозил себе уши! Сын Томас! Арестовать этого самозванца! Нет! Нет, нет, нет! Этого! А впрочем... Впрочем... Нет, этого! Хотя нет! Хотя нет! Именно! Этого! Нет! Нет, 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 погодите! Погодите! Если ты действительно король, то ты должен знать, где находится большая королевская печать! А об этой печати мог знать только принц Уэльский! Мы никак не можем ее найти! Нет, ничего легче! Милар Сен-Жон! Вступай в мой кабинет! Там в левом углу на полу ты найдешь медный гвоздь! Нажмешь шляпку гвоздя, и перед тобой откроется маленький тайник, о существовании которого никто кроме меня не знает! Большая государственная печать там! Принеси ее! Ну что же вы стоите, Сен-Жон? Исполняйте приказ короля! Милорды! Я действительно обнаружил тайник! Но печати там нет! Выбросите этого нищего на улицу и прогоните его по всему городу плетьми! Назад! Кто дотронется до него хотя бы пальцем, ответит головой! Хорошо ли вы искали? Хорошо, Ваше Величество! Ну а какая она была из себя? Тяжелый золотой круг на ручке! А на нем буковки и эмблемы! Так я отлично знаю, где она лежит! Но не я первый положил ее туда! Кто же государь? Тот, кто стоит перед вами! Законный король Англии! И он сейчас вам скажет, где она лежит! Ну, государь! Вспомни! Потрудись вспомнить! Но это же было последнее, что ты сделал, выбежав из дворца! Я отлично помню весь тот день! Но что я сделал с печатью? И не, Бог, я не вспомню! Милорды! Если вы хотите лишить меня престола только из-за того, что у меня нет этого доказательства, я бессилен помешать вам! О, государь, какое безумие! Не сдавайте так скоро! Вспомни! Мы с тобой разговаривали! Я рассказывала тебе о бабке! О дворе объедков! Помнишь? Да! Отлично! Потом ты накормил меня! Мы с тобой обменялись одеждой! И вдруг оказались так похожи, что словно и не переодевались! Ну! Потом ты заметил, что солдат ушиб мне руку! Ты вскочил! Поклялся, что отомстишь солдату! И кинулся к двери! Тебе надо было пробежать мимо стола! Эта штука, которую вы называете печатью, стояла на столе! Ты схватил ее! Стал озираться, куда бы ее спрятать! И вдруг увидел... Это ты! Стой! Благодарение богу! Я вспомню! послушай как же ты мог вспомнить куда я спрятал печать это было нетрудно я не раз употреблял ее в дело что же ты с нее делал ну говори не бойся что ты делал с большой государственной печатью англии я колол ей орехи да здравствует истинный король англии а 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 теперь государь возьми свое царское одеяние и отдай бедному тому его лохмоть невероятно неужели мой бедный мальчик самом деле король мне кажется что я сплю и вижу сон впрочем сейчас мы это проверим dijo здравствуй г а здравствуй джен о вашу величества Грубиян, мужлан несчастный! Как ты смеешь сидеть в присутствии его величества? Оставьте его! Это его право. Велорды, это Майлз Генден, который спас меня. За это он посвящен в рыцаре и возведен в звание фэра Англии. Назначаю тебя своим канцлером, канцлером двора его величества и опекуном короля. Благодарю тебя, государь. А как же мы, ваше величество? Довольно обманой крови. Наша старая Англия нуждается в умных правителях. Отныне на наших знаменах будет начертано одно лишь слово. Милосердие. Да здравствуй, король Эдвард! А чтобы от царствования короля Эдварда VI навсегда сохранилась добрая память, запишите, милорд, наш первый королевский указ. Я готов, ваше величество, с золотыми буквами. Итак, слушайте все и запомните. А запомним передайте дядям своим и внукам. Когда судьбы шальной каприз тебя швыряет вверх и вниз. Когда вокруг сплошная ночь, когда и жить уже не в мочь. Живи в сердца людей стучать, и он придет, твой звездный час. И пусть судьбы шальной каприз тебя швыряет вверх и вниз. Человеком останься, 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 и сердцу довесит волна. Надо быть человеком, надо быть человеком на все времена. Когда судьбы каприз слепой тебя возвысит над толпой, запомни, что казной кичас ты все-таки калив на час. Ловушек много ставит в жизни, и возвышением окрылен опять в беде не окажись. Проснувшись голым королем. Человеком останься, 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 и сердцу довесит волна. Надо быть человеком, надо быть человеком на все времена. Сумей зажечь огонь в крови, надежды, счастья и любви. И все, на что нам жизнь дана, и спей до дна, и спей до дна. И вдруг услышь, оторопев, трубы серебряной напев. Напев серебряной трубы, как эхо звонкое судьбы. Человеком останься, 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 и сердцу довесит волна. Надо быть человеком, надо быть человеком на все времена, на все времена. Леди Дентнер, люди простые и знатные, Отроки и дети, добрые шкалеры и прочие шалопаи. Почтенный сюжет доведя до конца, С любовью вверяем вам наши сердца, И ждем снисхождения, надеясь на честь, Опять вас увидеть когда-нибудь здесь. Прощается с вами актерская рать, Старинную пьесу закончив играть о Томе и об Эдуарде Шестом. Да здравствует Эдуард! Да здравствует Том! Минуя пространство и время Под звуки волшебной трубы, А что знает, горькое племя Идет по дорогам судьбы отчаянно. В жизни безмозном, Жить горе хлебнуть нам пришлось. Бояцам, шутам и стрелам, Пошагаем смеха и слез. Наш багаж — это роли и маски, Форох песен и смех не лорды, А ведут нас принцесса сказка И король карнавал четвертый. Бояцам, шутку мыслей и чувства Всегда нас незримо ввело, А теплое наше искусство Святое для нас ревесло. Мы повернут мир на изнаху И кровью его обновим. По добрым, разумным и вечным Актерским искусствам своих Наш багаж — это роли и маски, Форох песен и смех не лорды, А ведут нас принцесса сказка И король карнавал четвертый. Давай же, унылые лица! Да здравствует конец и мир! И лорды, мы можем гордиться Актерским искусством своим! Моя пространство и время Под звуки волшебной трубы Актерское гордое племя Придет по дорогам судьбы У нас багажа, короли и маски, Форох песен и смех не лорды, А ведут нас принцесса сказка И старый карнавал четвертый. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...